Привет, друзья! Больше недели прошло с момента окончания мемориала Курносова, поэтому следы уже не такие горячие, скорее они тепленькие. Тем не менее, я решил немножко поделиться с вами своими впечатлениями о своем выступлении. Партии первого дня практически сохранились, там было 5 туров. Партия третьего тура с Дмитрием Андрейкиным, чемпионом страны, она транслировалась. Партии первого, второго и четвертого тура я вечером восстановил. И по-хорошему мне надо было сразу записать ролик, но я этого не сделал. Но тем не менее, лучше поздно чем никогда. Давайте сейчас с вами поделюсь. Партию пятого тура я полностью восстановить не смог, я ее не восстанавливал. А, или в первый день было у нас 4 тура. Что-то я уже запамятовал, видите. Надо было все делать сразу. И так, в первом туре я играл, видимо, с местным, с Челябинским шахмакистом, Константином Паневым. Понятно, что информации по нему у меня было 0, возможности подготовиться ничуть не больше. И у нас защита каракан, я играю ее белым. В ответ на слон f5, ну, времени на раздумья немного, ответил конь c5, напал на пешку b7. Вариант очень ядовитый. После того, как меня обыграл Саша Ласин в Азове в 1996 году, я включил этот ход в свой репертуар. И одержал пару неплохих побед белыми, впрочем, и черными тоже. В одну из партий черными я уже комментировал. А партии, в которых меня обыграл Саша Ласин и свою партию с Корневым, я прокомментирую в ближайшем будущем. Думаю, что в этом году. Загадывать что-то там на неделю, на месяц вперед не хочу, но думаю, что в этом году ознакомлю вас с вариантом. b6. Самый естественный ответ. Алексей Сергеевич Дреев изобрел интереснейший ход конь b7, связанный с временной жертвой пешки на b7. Есть еще более острый ход e5. На мой взгляд, там у черных похуже. После b6 белые вынуждены отходить на b3. Хотя основная идея хода конь c5, да, еще играли ферзь b6, ферзь c7. То есть это помимо конь d7 и e5. Вот. E6 играли. Но основная идея хода конь c5 перевести коня на d3 и захватить пункт e5. Очень прочно. Вот. Именно так удалось поступить Александру Ластину в партии против меня на командном чемпионате страны 96-го года. Я тогда, по-моему, отвечал ферзь c7 или ферзь b6. С тех пор я тоже перешел на ход b6. Один раз испробовал ответ конь d7, но неудачно. Уравнял. А выиграть не смог. Более того, проиграл. На командном турнире, кстати. После конь b3 и конь f3, идею g3 и слон g2 я подсмотрел еще в 1994-м, по-моему, году. В партии Морозевич-Смыслов. Мне очень понравилась идея. По сути, мы перешли в какой-то странный каталон, в котором черные сыграли b6. В закрытый каталон, в котором белые провели e4. Зачем-то потом угнали коня на b3. А черным удалось слона c8 не на b7 расположить, а на g4. Но в связи с тем, что пешка на b6, не так понятно, хорошо ли она там стоит. То есть, все-таки теперь пешка c6 слаба. И потенциально слон g2 очень силен. Слона откинули на h5. Это выглядит обязательно. А дальше, по-моему, я понес какую-то чушь. То есть, ферзь e2 еще ход нормальный. А вот g4, я бы вот сейчас, наверное, предпочел бы более спокойная ладья d1. И посмотреть, что будут делать черные. Может быть, пешку на c4 бы еще потом поставил. Вот, g4 более такой наглый. Белые хотят захватить пространство. Напали на c6. Ответ черных вынужден. Теперь доступ к пешке c6 они перекрывать тоже обязаны. Белые угрожают выиграть слона. Ходом f5. Давайте стрелочку поставлю. Черные не позволяют это сделать. Изначально мне казалось, что у меня очень перспективная позиция. Когда мы ее получили, мне она страшно разонравилась. Во-первых, все время надо считаться с выпадом конь b4. Во-вторых, идея ладья c8 и c5 c4 тоже не самая приятная. Если черные, конечно, коня d5 не потеряют при этом. Также мне казалось, что и a5 черные могут играть с идеей a4. Поэтому ход c3, ну, не пускаем коня на b4, скажем так. Может быть, хотим пойти в ферзь f2 и f5. Может быть. Но сначала, конечно, надо закончить развитие. Слон d2 и c4. Ладья c7 это зевок. То есть здесь я уже все посчитал. Вместо этого у черных было огромное количество сильных кодов. Мне менее остальных нравился ход, по-моему, a5. Или ладья fd8 пока что. Есть еще интересный ход f6. Ну, тогда, правда, пешка e6 может стать слабой. Сейчас я, конечно, не вспомню, что мне нравилось меньше всего. Но после ладья c7 мне удалось посчитать такой вариант. Согнали ферзи d7 и захватываем линию d5. На следующий день точно такую же идею я осуществил в партии с придорожным. Но чуть-чуть далее мы этого коснемся. Но вместо того, чтобы по-человечески захватить линию d, вот здесь ладье из d6 захватило. Это было здорово. Остаточные впечатления от этой партии меня, видимо, преследовали. Потому что там ладья d6 это грубая ошибка, ведущая к ничьей. Значит, а здесь все понятно. Белые схватили линию d. Если черные начнут размениваться, то, во-первых, вторая ладья может на d6 подключиться. А во-вторых, хода ладья d8 вообще нет. Мы поменяемся и сыграем f5. Давайте покажу. На ладья d8 мы просто разменяли cf5. И черный слон потерялся. Поэтому черные этого слона укрепили. А мы идем забирать пешку c5. Попутно... Да что ты будешь делать? Попутно мы прицеливаемся к черному королю. И после неточного хода ферз b7 у черных серьезнейшие проблемы. Висит на e6 и белые выиграли слона. Дальше несложная реализация. Ладья на g6 очень сильно расположена. Поэтому f6 она теперь перейдет на g7. Ну и вот в этом эншпиле очень сильный ход ладья f4. То есть задача белых выиграть партию максимально быстро. Ход ладья f4 этому способствует. Главная угроза не ладья bd4, а ладья h4 и мат на h6. То есть ответа c5 нету. А после ладья g8 угрожает ладья d8 шаг и слон e4 мат. Ну и в общем-то так партия и закончилась. После h4 защита от ладья h8 мат нету. Перейдем к следующей партии. В следующем туре я играл с Нуржановым Валиханом. Так давайте это мы сохраним. Играл черными. Так сейчас. И снова у нас была защита каракан. Эту партию я тоже сумел восстановить. Мой противник ушел к g3. Может быть о ходе конь c5 он не знал. Я скажу, что конь c5 достаточно интересный ход. И очень многие шахматисты не ходят здесь h4. И мой противник не оказался исключением. То есть это тоже такой любительский подход. Я думаю, что Валихан тоже из Челябинска. Шахматист достаточно интересный. Но в партии со мной своих качеств лучших не смог продемонстрировать. После слон е2. Ход слоны f4 мне кажется вполне разумным. Не пустили ферзя на c7 или слона на d6. И при случае намекают белое, что пункт d6 в принципе является несколько ослабленным. Но вот здесь ход конь е5 мне кажется уже немножко не годится. То есть конечно позиция белых не хуже. Но стоит наверное сделать человеческий ход типа c4. Все-таки побороться. Отнять пункт d5 у коня. После конь е5 мне вроде надо меняться. Если де, то конь d5 выигрывает какие-то темпы для развития. Потом ферзь пойдет на b6. А при случае пешка е5 будет нуждаться в защите. После слон бьет е5. Рокировка у белых масса хороших ходов. Но ход, который они сделали, заставил меня погрузиться в достаточно длительное раздумие. Потому что идет игра на упрощение. Угрожает просто тотальный размен на f6. Пешку белые скорее всего хотят поставить c2 на c3. Чтобы укрепить на d4. И если черные хотят перехватывать инициативу, то задуматься надо уже здесь. Я пошел ферзь b6. Напал на b2. Но конечно структура пешечная на королевском фланге сейчас будет испорчена. Хода c3 нет. Я просто на b2 съем. Поле b1 простреливается слоном с g6. И вот после размена висит пешка b2. Ходить ладья b1 нельзя. Потому что ладья d8. И даже в c3 не пойдешь. Ну и здесь белые пошли c3. Но после e5 очень точный ход. Белые теряют пешку. А попытка решить позиционные проблемы тактическим путем. Она провалилась. Но и она и должна провалиться. То есть здесь главный плюс черных перевес в развитии. Его они могут перевести выиграв пешку d4. Но у черных очень плохая пешечная структура. Поэтому белым стоило закончить просто развитие. Ну каким-то образом ввести две ладьи в игру. И начать меняться. То есть по одной ладье подменять. И ни в коем случае не оставлять черным опасную проходную пешку. То есть ход h5 это просто грубый зевок. На мой взгляд. Потому что после dc у черных уже две лишних пешки. И пешку c3 они не теряют. Дальнейшие в общем-то достаточно понятно. Полностью восстановить партию видимо я не смог. Но наверное это и не надо. У черных две лишние пешки. И там ходов 5 партия дальше продолжалась. В третьем туре я играл уже на сцене. Играл чемпионом России. Так сейчас мы эту партию добудем. С Дмитрием Андрейкиным. Ну Дмитрий очень сильный шахматист. Я эту партию играл белыми. Тем не менее хотел выиграть. Поэтому избрал ход А3. Ход достаточно интересный. И после партии. С чемпионом России мы немножечко обсудили ее ход. И в общем-то Дмитрий подтвердил мое мнение, что система Земеша непопулярна. Ну непонятно почему. То есть есть интересная партия с Витлером Сараняном. Джабава Карлсона обыграл в этой системе. То есть никак нельзя недооценивать. Но конечно же я не был готов, что чемпион России вот такой вариант, который считается, ну как сказать, если не подозрительным. То вовсе не основным он будет не только в курсе, но и применит план, который я не изучал очень серьезно при подготовке. Мне казалось, что это для черных нехорошо. Д6 позволяет белым захватить центр. То есть белые схватили центр. И в этом случае мне казалось, что у них перевес. Но вот обратите внимание на ход коньев в Д7. Ход очень сильный. Черные не позволили белому слону выскочить на Ж5. Если бы белые захватили центр, еще и слона на Ж5 поставили, у них позиция была бы близкой к выиграну. То есть после хода Д6 коньев в Д7, видимо, обязательный ответ. Но это в том случае, если черные хотят аркировку в короткую сторону сделать. То есть вот как здесь было. Очень интересным здесь был ход Ф4 с идеей на Ф5, Е5 сыграть. То есть черные обязаны сейчас оживить ладьей Ф8. Они должны играть Ф5 на следующем ходе. Я пошел слон Д3. Я понимал, что черные хотят пойти Ф5. Он заслуживал внимания вместо этого Ф4. Захватить все-таки пространство. Пешку С4 белые не теряют. А пространство больше. Слоны у них не такие уж и тупые. В любой момент готовы активизироваться. Возникла бы сложная и очень неясная, малоизученная позиция. Возможно, и в ней меня бы чемпион России переиграл. То есть ничего удивительного в результате я не нахожу. Ход Ф5 выглядит позиционной ошибкой, потому что белый конь устремляется при случае на поле Е6. Но на мое удивление, белые делают очень логичные и естественные ходы. Слон грозит на Ж5 выскочить. Конь идет на Ф4 при случае на Д5 или на Е6. Но выясняется, что на деле ничего страшного для черных здесь нет. И не исключено, что лучшим для белых здесь было просто вернуться слон Ф4. Висит пешка Д6. Если ферзь встанет на Е7, то при случае попадет под ладья Е1. Да и пешка Ф5 будет нуждаться в защите. После ферзь Ф6 белые могут сыграть слон Ж5. Но я не сомневаюсь, что Дмитрий играл бы на победу, избрал бы или ферзь Е7 или какой-нибудь другой ход. Или в ответ на слон Ж5 отошел бы второй раз, скажем, не на Ф7, а на Е6 или на Ж6. Не важно. Но стоило проверить, конечно. Мне казалось, что здесь у белых все прекрасно. Х5 при случае хочу пойти Х6. И совсем уж черные поля на королевском фланде у черных ослабить. А после Х6 мне казалось, что поль может попасть на Ж6. Что пешка Ф5 может оказаться слабой. И вообще комплекс белых полей. И поэтому слон отошел не на Ф4, а на Е3, чтобы на Ф4 попал поль. Но черные укрепились и хотят просто пойти слон А6, конь А5. К большому сожалению, у белых нет хода Д5. Вот нигде нет хода Д5. Так как один коль встанет на А5, а второй, и в этом была основная идея хода кони в Д7, второй конь попадет на Е5. И пешка в С4 отвалится. Причем черные заберут ее слоном. Через слон А6 слон бьет С4. То есть у белых вот здесь уже позиция не такая простая. Им надо задуматься об уравнении. О нем я и задумался, но уравнять не смог. То есть король Ф2 пошел. Вот вместо Ф4, возможно, ну на Ф1 будет конь А5. И позиция крайне неприятна. Но вот ход ладья Е1 мне почему-то в голову не пришел. А ход очень сильный. Белые отыгрывают пешку, так как нет хода ДС из-за ферзг от Д7. Причем, а нет, не отыгрывают. Еще один ход требовалось поднять совершенно неподъемный для меня как человека. Ход слон бьет С5. То есть только кажется у слона появились перспективы по надавливанию на Ж7. И вдруг бас мы от него избавляемся. Угроза конь Е6 очень неприятна. По мнению компьютера у белых здесь достаточная для равенства компенсация. То есть, по-моему, 4 линии с оценкой равенства здесь. Или маленький плюсик у белых даже. Ну, конечно, поднять вот такой зевок пешки С4 не каждому под силу я не смог. Я ее защитил, поставил коня на Д5. Но после кони Ф6 обязательно надо было отступать коне Ф4, нападая на пешку Ф5. И после очень точного слона С8 пешка С4 пока что выжила. И, в общем-то, у белых лишь чуть-чуть похуже. Но я взял на Ф6. И после этого партия под откос покатилась более резко. Причем она покатилась бы резче, если бы последовало ЦД. На ЦД теперь будет Д5 и пешка С4 отвалилась. А после слон бьет Д4, ферзь Ф7, тоже пешка С не удерживается. И король белых явно похуже черного смотрится. В более опасной зоне находится. Ход ладья Е8 вполне чемпионский. Мне он сильно не понравился. Белым теперь надо считаться еще и с ладья бьет Е3. Компьютера такой ерундой не напугаешь. Он считает, что надо в этой позиции ходить. Ладья С на Е1. Ладья Аш может при случае с А4 подключиться. Ну, да. Ладья С на Е1, что очень сильный ход. А после ладья Аш Е1, это просто зевок пешки. Простая вилка, ферзь Ф7 на А5 и на С4. Теперь после сломки на Д6 белые не успевают взять, висит на Д3. А теперь уже защищено, уже поздно. То есть чемпион меня раздел очень здорово и не обидно. Показал, что играет реально сильнее. Ну, конечно, ладья бьет А6, это шутка. Я отлично понимал, что никаким вечным шахом здесь не пахнет. Но приятно же выгнать короля на Д5. А потом пожаловаться вам, что не хватило немножко дровишек. Сейчас бы вот белым пешку на Е2. И ход Е2-Е4 завершил бы красивой победой эту партию. Эфь Ефер сбер Е4. Но от пешки Е белые избавились еще в дебюте. Так. В четвертом туре моим противником был кандидат на стиращ Ляпинский. Очень такой неплохой шахматист. Вадим Юмакужин. Очень он неплохо проявил себя на командном чемпионате России в Сочи. Так. Сейчас посмотрим эту партию. Сейчас я до нее доберусь. У меня, к сожалению, не по порядку тут сохранено. Я играл черными. И после хода слона Ф5 в закрытой системе Вадим избрал ответ кольца 3. Ну, выяснилось, что с вариантом Дениса Евсеева он знаком не очень хорошо. В этой позиции основным является, да, ход конь Е4. Может быть, ход А4 еще более сильный. Но после ФЕ главная теория здесь очень длинная. Идет после хода конь Е6. У меня эта позиция много раз встречалась в Блиц. Но в классику и быстро и меньше. Статистика неплохая. В классику Ваня Попов со мной сделал ничью. В далеком 2004 году. Он тогда еще совсем молодой был. Но в целом, ну, эта позиция, мне кажется, более перспективна для черных. Совсем плохо конь бьет Ж6. Там после АЖ, ДЕ, конь Д7 у белых колоссальная проблема с защитой пешки Е5. Потому что конь Ж8 при случае на Ф7 перебазируется и заищает пешку Ж, которая окажется на Ж5 и нападает на Е5. А после ДЕ черные сберегли слома. Пешку Е5 надо как-то заищать. Но вот ход А4 является Зевком. Уже черные могли сыграть Д4, ФЕ5 шаг и ФЕ5. После конь Д7 выясняется, что и тут заищать пешку Е5 не так-то просто. Но это стоило сделать. То есть ход слона Ш3 это грубый Зевок. То есть конь Д3, конечно, был ответ просто обязательным. А после слона Ш3 я взял центральную пешку, потом еще одну. Фигуру белую отыграли. Но черные сейчас опередили в развитии. И начинают атаку на централизованного короля. Поэтому удивляться, что партия быстро закончится не стоит. У черных все фигуры в игре угрожает конь Ж3, ладья Е2. И здесь в один сдался. То есть мало того, что с вариантом не разобрался, еще и Зевнул очень грубо важнейшую центральную пешку. В пятом туре я играл с Михаилом Поповым. Партию эту я не восстановил. А значит пятый тур у нас начинался на следующий день. То есть не в пятницу, а в субботу. Да, вот к этой позиции пришла партия. Почему-то очень сложная борьба была. Почему-то вместо естественного хода С4 с шикарной компенсацией за ферзя у белых. В частности, король угрожает просто проскакать по белым полям до Ф5. И здесь на белых полях он будет в полной безопасности где-нибудь на Ж4. До него очень сложно добраться. А на ферзевом фланге у черных будут проблемы с защитой пешки А5. И при случае с удержанием целого фланга пешек. Чемодана пешек. Я здесь пошел вместо этого король Д2. И после ферзь Б5 зевнул просто в один ход качества. Но зевнул более-менее удачно. После С5 угрожает в первую очередь С6 и на слон Д8 слон бьет Ж5. Размен на С5 последовал. И здесь черным стоило, конечно, сыграть ладья А1. А к ходу ладья А1 можно поставить столько вопросительных знаков, сколько у нас есть. Ну, сколько позволяет нам. После слона Ф8 выясняется, что основная угроза белых Д6 и слон Е7. При этом у черных не только король не играет, но и он рискует получить мат от слона по большой диагонали. И после Е4 слон Е7 по-моему, где-то здесь партия закончилась. Ну, может быть, еще был или слон Е5 Д7 еще было. В общем, защиты нет. В шестом туре снова играл на сцене. Мне достался Максим Чигаев. Максим хорошо выступил на этом турнире. А следующий турнир по быстрым шахматам Мемориал Нижмеддинова. Просто в следующем занял первое место. То есть, Максим молодой, очень сильный шахматист, женат на тюменской шахматистке Анастасии Сазоновой. И сейчас тоже перебрался в Тюмень. Так, где партия-то? Я же вас хотел партией порадовать. Значит, партия с Максимом была для меня неимоверна. В общем, партия для меня... Играл я черными. Решил разыграть славянскую защиту, которую периодически против сильных игроков разыгрывают. Но в системе Шлектера я вообще не понимаю, что делать. То есть у черных зачем я решил разыграть непонятно. Никогда не изучал и вдруг решил взять и вот так вот отдать двух слонов. Здесь фантастическая статистика за черных у Гатта Камского. А мне казалось, что компьютер очень доволен позицией черных. Она такая прочная, без слабостей. Чернопольный слон неимоверно силен, он все держит. Но центра нет, двух слонов нет. И как играть я вообще не понимал, что делать. Хотя железо посмеивается и говорит можно ходить Е5. Как-то вот так. Что вот эта позиция почему-то компьютеру кажется, что близкая к равной. А мне казалось, что белопольный слон белок может при случае разбушеваться и поле D5 меня тоже немножко напрягало при расчете этих вариантов. Эту позицию тоже Stockfish оценивает как с отличной игрой у черных. Все время норовится играть H4 и G5. Мне эта мысль в голову не пришла. Мне захотелось коня на D6 поставить. Я его перевел. А дальше что делать непонятного. Тот же Stockfish говорит, что коня надо возвращать на D5 где-то конь C7 ходить. И в какой-то момент мне надоело просто стоять. То есть вот перевел коня на B4 и зачем-то рванул C5. конечно H4 с идеей G5 выглядит намного полезнее для черных чем в предыдущих. положениях. Потому что угрожает GF и там пешка D4 может не сразу угрожает но где-то угрожает GF и пешка D4 может оказаться слабой. Также на пешку F4 можно напасть переходом конь D5 и белым надо будет думать как ее защитить. То есть у черных появилась удобная стоянка на B4 для лошади и белым не так просто доказать что слоны это такая мощь. Но мне хотелось изменить эту позицию. Но играть почему-то на королевском фланге не хотелось. И последовала грубая ошибка C5. Слон B5 я видимо зевнул. И после разменов у белых был очень хороший ход слон D7 ставящий черных неимоверно неудобную позицию. Угрожает слон C8 чуть ли не единственный ответ конь C6 слон C8 конь D8 но поверить в то что такие позиции держатся очень непросто. Белые сыграют давайте продвигаем я почему-то слон D7 указал а обязательную игру нет. Скажем белые ходят E4 и угрожают сыграть C6 разменивая пешку C5 либо на пешку A7 либо на пешку B7 этот размен им выгоден и потихоньку два слона должны в общем привести белых к итогу к которому они стремились вместо этого последовал по моему ход E4 и здесь размен слонов конечно же выгоден черным все позиция заперта прорваться невозможно на E5 следует F5 и тут черным даже король не нужен на королевском фланге потому что возникли такие замкнутые пешечные цепи через которые не пройти в 7 туре я все еще играл на сцене моим противником был Алексей Придорожник да на этой партии я долго останавливаться не буду только один момент вам покажу я играл белыми Алексей очень любит играть славянскую защиту мы перешли в такое подобие каталона тут много разных ходов я хочу прокомментировать ровно одну позицию здесь у белых компенсация за плохую пешечную структуру есть она находится вот здесь на d6 брать пешку е5 мне казалось что очень опасно какие-то связки а после размена слонов и особенно ферзей у черных близкая к безнадежной на мой взгляд позиция была после ладья d8 но здесь я совершил такую грубую ошибку что ужас вспомня свою партию из первого тура где у меня ладья вторглась на d6 и никто не мог ее сбить я поставил и здесь ладью на d6 а ведь после ладья d4 у черных колоссальная проблема угрожает ладья d1 и на взятие белые очень здорово исправят свою пешечную структуру сыграют ed потом e3 переведут ладью на c5 позиция которую проиграть вообще невозможно я пошел ладья d6 и здесь обязан был фиксировать ничью ходом в общем ходом d7 с разменами тут просто я думаю мы бы согласились с Алексеем вместо этого последовало совершенно безобразное b4 и у черных уже лучше вовремя я это не просек и дальше меня Алексей образцово показательно обыграл зафиксировал пески на королевском фланге не дал ладье ворваться их обе съесть активизировал свою ладью я напал на b7 но у меня висит на e4 и в общем то что у черных слон очень долго не входил в игру никак не сказалось не удалось белым наказать противника за то что он так небрежно со слоном обошелся здесь конечно пешки уже проходят мог я сдаться и пораньше партия восьмого тура партия восьмого тура это уже заключительный день я играл со своим другом с тренером Игоря Ильича Лысого Николаем Сергеевичем Оглоблиным эту партию я просто не стал восстанавливать у нас была в наших партиях всегда идет очень сильная борьба то есть сидевшая рядом Валя Кулина спрогнозировала быструю ничью и была не права мы бились почти до голых королей с взаимными ошибками я пытался уснуть уронить флаг мне это не удавалось потому что добавлялось 10 секунд и мне удалось одолеть Николая Сергеевича в девятом туре в девятом туре мне достался Александр Сергеевич Морозевич я очень неудачно разыграл дебют хода после восьмого я понял что надо бороться за ничью и уверенно боролся уже достиг этого желанного результата как мне казалось и тут Александр Сергеевич начал перегибать палку то есть он сделал несколько откровенно антипозиционных ходов четко давая мне понять что никакой ничьей в нашей партии быть не может и в какой-то момент партия пришла уже вот к такому положению видно что у белок совершенно выигран у них две проходные мощный слон поддерживающий пешки активная ладья здесь самым четким было ладья f6 но я посчитал выигрывающий вариант сыграл ладья e6 бить на d5 нельзя из-за слон c6 шаг король c7 возвращаться надо и здесь я надолго завис посчитал как выигрываю сыграл g5 и у меня упал флаг я спросил у своего противника ну здесь же у меня выиграно он это подтвердил мне было очень приятно что у меня получилась выигранная позиция тем не менее когда я ее анализировал позиция не такая простая я пришел к выводу что выигрывать я собирался не выигрывающим способом то есть на единственное ладья бьет d5 я хотел играть не g6 после чего пешка проходит сама собой потому что там коль на b3 подвисает скажем на король f6 последует слон c4 с угрозой g8 ферзь и с угрозой слон бьет b3 а после конь c1 напали на этого коня и угрожаем слон c4 шах и g8 ферзь то есть убрали ладью из-под удара и белые легко выигрывают но этого я не видел справедливости ради я собирался здесь играть слон c4 посчитав такой выигрывающий вариант ладья d2 шах вроде мне казалось единственное почему ладью было точнее ставить на f6 вот при ладье на f6 ответ ладья d2 шах единственный и после ладья b2 g6 пешка сама проходит конь d2 g7 ну или черные теряют коня что в принципе равноценно я я зевнул что вот здесь есть ход ладья f5 шах и на король e1 очень мощный ответ коня 1 позволяет черным успешно бороться с пешкой g и даже лошадь у них не теряется вот такая фантастика лучшим компьютер считает переход вот в такой ладей ну дает белым маленький плюс я даже поставил в записи плюс равно на деле это конечно ничья вот так вот в 10 туре мне удалось обыграть своего бывшего ученика Ильича Пельцова он серьезно напутал в дебюте но партию я показывать не буду больше он так никогда не сыграет и в последнем туре партия которую я тоже не буду показывать против Александра Гутенева мы разыграли один из популярных вариантов защиты Грюнфильда в котором я просто перепутал например он так 16 или 17 или 15 там ход сделал не точно ну не тот который является сильнейшим и про который я знал что он сильнейший а почему я его не сделал для меня загадка после чего мне пришлось бороться за ничью я уверен эту борьбу выиграл у себя ничья получилась но результат такой призы не попал на этом пожалуй мой рассказ о мемориале Курносова 2018 о своем выступлении на мемориале Курносова закончен если я вас сильно утомил то извините до новых встреч спасибо за внимание на мемориале